Церковный раскол есть не только глупость, но и гордость. Первый значительный раскол, монтонизм во II веке, утверждал, что откровение Святого Духа, имеющееся у Церкви, недостаточное, а вот теперь мы, монтонисты, ждем его полноты. Значит, у них был не просто дисциплинарный раскол в целях усиления внутрицерковной чистоты, и дисциплины в постах, в браке, в принятии падших, но и отрицание духовности Церкви с приписыванием этого состояния только себе. По существу так же мыслят и наши старообрядцы. Что касается нравственного критерия как повода к расколу, то недопустимо из мистического факта делать рационалистический административный вывод, по каким-то внешним признакам расслаивать верующих на святых и несвятых, кои подлежат извержению. Кто видит в нас наши внутренние пороки? Гордость, злобу, лицемерие, неверие, холод. Где тот критерий святости, который был бы нам дан столь явно, что мы могли бы совершить им некий нравственно-химический анализ? Только Святая Церковь есть Церковь, но бытие Святой Церкви есть тайна. Нам не вполне открытое. Нашими глазами не может быть явно зримо тело Христово. Мы можем утверждать, что для того, чтобы быть в Церкви, надо быть поистине святыней Божией. Но кто именно в данный момент состоит и кто не состоит в ней, мы не знаем. Поэтому Господь и сказал, «Не выдергивайте на поле плевел, чтобы вместе с ними не выдергивать пшеницу». Это надо понимать прежде всего в том смысле, что сейчас я или ты или она – плевелы, а через час и я, и ты, и она можем стать пшеницею. Или, как сказал Святой Ирине Леонский, «Человек сам для себя есть причина того, что он делается иногда пшеницею, иногда соломою». Входит девушка в храм без косынки или стоит в храме, ничего еще не понимая, несколько боком. На нее набрасываются, как ястребы, уставные женщины и выталкивают из храма. Может быть, она больше никогда в него не войдет. Помню, один священник говорил мне, что оформление атеизма его дочери совершилось в храме под впечатлением, полученным от злых старух. Борьбы с ними, кажется, никто не ведет. Впрочем, слышал я, что наместник одного монастыря недавно даже отлучил от причастия одну такую ревнительницу устава и человека-ненавистницу. «Ты думаешь, что ты здесь хозяйка?» Грозно говорил он ей «при всех сам вона». «Не ты, а Матерь Божия». И еще я слышал, что один мудрый московский протеерей называет этих женщин православными ведьмами. Помню, в 1922 году в Бутырской камере во время бесконечного обычного хождения по ней я среди других людей точно столкнулся с отцом Валентином Свинцитским и глупо почему-то спросил «Вы куда?» И вдруг его лицо удивительно просветлело внутренним теплом и он сказал «К вам». Он был такой уединенный, скрытый в себе, строгий и нетерпимый, несущий что-то от своего предка, польского кардинала. А тут был ясный и тихий луч чисто русской святости, доброй и всевидящей святости старцев. Он шел прямо ко мне, к душе, которую он тогда, наверное, ограждал от какого-то зла. Так тюрьма может просветить и осветить душу, раскрыть в ней чудесно то, что в другое время и не разыщешь. Я читал проповеди отца Валентина, которую он говорил по московским церквам уже после этих бутырок. В них нигде не видел лучей. Некоторые молодые из недавно пришедших в церковь бездумно и доверчиво принимают все, что в ней есть, а потом, получивши удар от церковного двойника, огорчаются смертельно вплоть до возврата в безбожие. А нам ведь сказано «Будьте мудры, как змеи и просты, как голуби». Я знал одного такого юношу, который в период своих вешних вод христианства ночью тайно вставал на молитву, ставя свой единственный образок только на эти минуты в катку с пальмой, все время боясь, что придет, увидит и разгромит отец, активный безбожник. Этот юноша мечтал тогда о монастыре и никто его ни о чем не предупредил, не наставил. Все, мол, у нас замечательно. Поэтому, когда наступил зной внутри церковных искушений, он не выдержал и отошел. О церковном двойнике надо говорить с самого начала, говорить ясно и просто, так же ясно, как о нем говорится в Евангелии. Знайте о нем и ищите Христа в церкви, только его ищите, потому что церковь и есть только Христос в своем человечестве, только тело его, и тогда вам будет дано мудрое сердце для развлечения добра и зла в церковной ограде, для того, чтобы видеть, что свет церкви во тьме светит, и тьма не объяла его. Часто слышишь вопрос от недавно вошедших в церковь, что читать для укрепления веры. В христианстве только одна книга вполне его раскрывает, это Новый Завет, а все другие только более или менее. Поэтому все остальные книги, говорящие положительно о христианстве, надо принимать не безусловно, но более или менее. Слова в Арсенофе Великого приближают нас к словам апостола Павла почти вплотную. Такова сила духа святых отцов. Но кроме них есть множество книг с самыми православными заголовками, написанных, наверное, с самыми хорошими намерениями, которые христианство или затуманивают, или даже искажают. «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюда острого», сказал апостол. «Только такой меч может рассечь темноту и путаницу в богословской и около церковной литературе и проложить человеку путь ясный, как луч. Но чтение Слова Божия есть уже подвиг, труд. Покуривая, можно читать Розанова или Фому Аквинского, может быть, даже Соловьева, но не апостола Павла или Макария Великого. Есть богословие школьное, есть, пожалуй, богословие салонное. И есть еще истинное удивление мысли о Боге, радостное богословие. Флоренский, вопреки всей своей учености, учил именно этому богословию. Как сказал один близкий к нему человек, величие Флоренского не в учености, но в преодолении ее. И это подтверждалось всегда при личном общении с ним. От его тишины веяло истинной духовностью разума. Почему только разума? На заре сначала освещается только верхушка холма, а все остальное еще в тени. С разума начинается одухотворение целостного состава человека, его тела и души. Летом семнадцатого года я видел его в белом подряснике на террасе его дома в посаде вместе с Нестеровым и Булгаковым. Кажется, тогда Нестеров писал их общий портрет «Два философа». Терраса выходила в сад. На столе стояли самовар, брынза, хлеб. Было утро, ясно и свежее от ночи. И время тогда было такое, что как будто открывалась для церкви возможность расцвета через свободу от всякой государственности, от всякого обмерщения. Но эта свобода и независимость требовала оплаты жертвенным подвигом, который вскоре оказался непосильным для многих плеч. очень нужно понять, что христианское отречение от мира не только не есть отречение от любви к миру, но наоборот, ее первое истинное утверждение. Я сознательно сказал «к миру», хотя можно было бы сказать «к людям», и тогда никто не был бы смущен и не привел бы мне текст апостола «не любите мира». Этот текст помнят, не понимая его, а другой текст и не помнят, и не понимают. Бог возлюбил мир. Бог возлюбил, а вот мы не любим, а потому и не хотим соучаствовать в том, о чем говорится дальше в этом тексте, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». А мы только судим мир с полным сознанием Своего судейского права. Хотя опять же в этом тексте сказано, что не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него. А как мы можем, не имея любви, отдавать себя за людей? Только святость любви может восходить на голгов. Не любить мир означает не любить прежде всего самого себя, свою темноту и грех. Это означает прежде всего осознать самого себя как этот самый мир нелюбящий и темный. И тогда такой нелюбви к миру в человеке начинает восходить заря любви к людям, великого сострадания к миру. Апостол учит «Вы храм Божий». Среди молитв есть молитва о себе как о храме Божьем. «Да приедет сила твоя намя грешного и непотребного раба твоего, и да укрепит мой храм евангелием божественного учения твоего, яко да неисповедимой твоей милости соблюдеши мое тело и душу, ум же и мысли не искушен всякие сопротиволежащие сети храм». Основное, что надо понять и принять в христианстве, это что оно не есть какое-то разумное социальное учение, призванное к разрешению мучительных проблем человеческого общежития. Можно даже сказать, что оно и не гуманизм, оно по определению Христову не мир, но меч. Оно зовет к преодолению не социальной несправедливости, но человеческого естества во имя преображения его в естество божественное. Христианство есть преображение человеков Бога по причастию божественной благодати. Установлением такой высочайшей цели и объясняются узкий путь, аскетизм, подвиг и меч христианства. Вне родов Голгофы не рождается в человеке Бог. Голгофа выше человеческого естества. Настолько она выше естественно, что даже Христос в своем человечестве молился до кровавого пота, чтобы ее не было. Но продуман распорядок действий. Не так-то просто привить человеку вкус вечности, а только в этом и есть цель христианства обогатворить человека и при этом всего человека и душу и тело. христианства когда отрицаются Голгофа и узкий путь, то можно безошибочно сказать, что тем самым отрицается, снимается с христианства и его высочайшая цель, и выхолоченное христианство превращается в одну из бесчисленных группировок людей, мыслящих о разрешении социальных конфликтов. «Христианство не поэма, а подвиг», сказал мне как-то отец Серафим Битюгов. Постоянный святоотеческий термин «обожение» смущает нас грандиозностью горизонтов, а ведь только из этого окна видно все христианство, его широта и глубина, и превосходящее всякое разумение любовь Христова, делающая нас не только царями и священниками, но и богами по благодати. В богослужебных текстах понятие «обожение» иногда дается в еще более ясном для нас термине «обоготворение». Род человеч, порабощенный мучителем грехолюбным, кровью божественной Христос искупи и обоготворив обновил есть якоп прославися. Канон Креста Воскресный Глаз 3-й Песнь 1-й Вера Вера в Бога есть вера в бессмертие человека. То есть, иначе говоря, вера в Бога есть вера в человека. Вера в то, что и человек станет Богом. Удивительные мне как-то попали слова отцов. Чтобы выдержать мучения, мученики первого христианства имели благодать не только в душе, но и в теле. Значит, мучителю предстояло уже обожествляемое при этой жизни тело. Оно страдало и изнемогало, но оно уже делалось непобедимым. В христианстве плоть человека входит еще при этой жизни в лучи нетления, идущей от Бога человеческой плоти Христовой. Бог Сы, будучи Богом, соединяется плоти нас ради и распинается и умирает, погребляется и паки воскресает и восходит светло с плотью Свою Христос ко Отцу, С нею же приедет и спасет благочестно тому служащие. Канон Креста Воскресный Глаз Первой Песнь Пятая Здесь открывается пропасть между христианством и спиритуалистической теософией. В христианстве живое чувство вечной, а не временной, провиденциальной, а не случайной связи данной души с данным телом. Эта связь как бы временно прерывается смертью, но вновь восстанавливается в воскресении. Поэтому святые учат, что и после смерти тела душа носит образ своего тела, наверное, как-то тоскуя о нем. Говоря об умерших, святой Ирине Леонский пишет, души сохраняют образ человека, так что могут быть узнаваемы и помнят о том, что здесь. Душа любит свое тело, свой храм. храм. Тихо храм. Тихо храм. Продолжение следует...